всем привет ребят сегодня мы на международном фестивале вот здесь в парке очень весело и вот мы встретились с надеждой этот канал мы смотрели еще когда жили в россии очень много полезного подчеркнули нам очень помогло это поэтому вот мы здесь сегодня встретились чтобы познакомиться да да мы год здесь это ребята приехали с флориды тоже год в америке снимать не буду это же вот люди пожили во флориде немножко освоились и вернулись и как бы не вернулись а приехали сюда на аляску и решили пожить здесь на аляске вот такие вот самолеты летают здесь показывают рекламу вот так вот тащит плакат за собой вот такие красавицы тут впереди идут и мы решили их догнать и сфотографироваться с ними вот они какие такие наряды интересные вообще супер алиса на весь сфотографируй на тебя несколько вопросов к вам вот сегодня мы приехали когда на аляску и очень много людей нам сказали аляска это не америка вы это подтверждаете 50 на 50 потому что очень многое во всех штатах берут одинаково например когда они строят сушил секьюрити вот эти вот данные административные видно что одинаковые замки одинаковые двери но аляска отличается другим что все таки от того что она настолько далеко многие вещи здесь делается сложнее здесь вообще очень много донейшен я например когда мы жили в массачусетте я не замечала что вы какие-то донейшен донейшены здесь это везде здесь такое чувство что вештан построена донейшен что такое донейшен не знают донейшен это господи вылетело из головы это когда вы хотите что-то подарить больше донейшен вы знаете вылетело ну да я уже слышала что некоторые люди здесь начинают забывать русские русские как же донейшен благотворительность здесь везде благотворительность в массачусетте я такого не встречала там вот даже если ты хочешь сдать свои вещи в фридшопе то есть магазин секонд хенда тебе заплатят за это деньги а тут ты сдаешь как донейшен то есть благотворительность и вообще во всем куда ты не пойдешь обязательно будет стоять донейшен помогите нашим она строится она развивается очень медленно я боюсь за то что просто тем 48 штатам этот штат не нужен поэтому только сами алясканцы могут постоять в этот штат поэтому не знаю как будет дальше но пока это 50 на 50 более дружное окружение более такой человечное но мне и мне нравится аляск если честно вот если сравнивать то вот сама жизнь здесь вот если ты знаешь что нужно пить витамин D и ты его пьешь ты за активный образ жизни то ты можешь найти вообще массу вариантов как провести свой досуг я не знаю вот этот вот если вы любите морепродукты то пожалуйста удочка и идите на ваш выходной ну рыбачьте вот то здесь очень много вариантов очень много и знаете как я еще называю аляску как поля не пахана извиняюсь такое потому что я вообще менеджер туризма и когда мы поехали в Палмер я вижу насколько здесь просто столько можно всего сделать поставить подъемник элементарно какой-то кофе где можно выпить кофе чай какие-то перекусы а там ничего нету даже там где был чай на зиму закрывается когда очень было лыжников люди все равно тянут на себе идут в эту гору самостоятельно чтобы спуститься с этой горы чтобы увидеть этот прекрасный вид вот просто здесь я думаю что еще лет 20-30 и это будет очень крутой штат потому что здесь самая чистая вода самый чистый воздух мало населения то есть не так загрязнен штат надеюсь люди будут все таки с собой заботиться и не загрязнять его дальше так что у аляски как может быть самое лучшее будущее всех штатов так и самое худшее в зависимости найдете ли у нее хозяин вот так вы давно приехали сюда семья ваша Мурат муж мой с января 2015 а я с октября 2016 с сыном и у нас уже появилась еще одна дочка в том году год назад почти молодцы быстро вы адаптировались а вообще в сша приехали давно первый раз я приехала в 2019 году и прожила два года а потом мы приехали на реабилитацию сына вернулись в Украину ну а потом уж когда у него ухудшилось здоровье и реабилитация уже была не нужна мы вернулись он же гражданин Америки уже приехали на Аляску потому что муж на тот момент уже был на Аляске я здесь встречала людей у которых тоже дети с церебральным параличом и очень хорошую адаптацию дали в Америке в России то есть социальной адаптации адаптации то есть он ходит в школу он там счастливый мы когда приезжаем там смеется дети вокруг не убегают девочка там одна ну девочка там 3-4 года говорит Тиме Тиме смотри какое у меня платье вот а он слышит что кто-то пищит смеется хорошо и девочка рада что кто-то им показал реакцию хорошо то есть такой возможности в Украине конечно не было это такие дети там под семью с дверями замками не на все праздники даже нас приглашали Новый год и нам говорили что вы самый тяжелый инвалид из детских которые лежачие нам говорили что вы не приходите вот так просто прям а я приходила потому что там был праздник для детей там показывали животных он обожает животных эти звуки приходила ребенок был счастлива они мне потом ничего не говорили потому что ну как сказать уже такая вот я наглая молодцы молодцы что за ребеночка борьтесь молодцы желаем вам удачи и пусть Господь благословит и пусть он восстанавливается быстрее спасибо была рада знакомству я тоже ой я вижу собтер ребята из церкви и здесь вот можно пройти попробовать бесплатно и пожертвовать если хотите можно попить чай вот мы решили чайку попить ну и всякие такие национальные какие-нибудь блюда здесь продают привет а это видео это Лера которая нас пожаловать на интернациональный фестиваль это наш шестой год да вот Лера нам помогала в самом начале она нам показала все интересные места этого города парки в общем очень-очень насыщенной жизнь нашу сделала вот спасибо пойдем посмотрим филиппинцев пойдем посмотрим филиппинцев вон какой у них домик интересный я вот фотографировала у меня есть фотография вот такая вот вот так вот это филиппинские все вот такие вот штучки вот так вот вот так вот и вот и вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Берёшь домой, папа покажет. Окей, Петя, молодец, улыбка. Ну давай. У нас такие детские проекты. Нужно вести с макарошками. Макароны покрасили заранее. Это же макароны, да? Да, макароны покрасили заранее. И дети как бы разукрашивают, делают такой арт-проект. И как-то они говорят, когда мы говорим о Боге. Всем пока-пока. Была рада вам показать и рассказать. Оставляйте свои комментарии. Отпишитесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok